Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал «РЕН» продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. За счастливое детство к разработке программы по защите несовершеннолетних от жестокого обращения привлекут преподавателей. Осторожно, мошенники! Место в детском саду нельзя купить в интернете. Кубанские каникулы. Анапские подростки соревновались за право представить город на краевом фестивале. Из бюджета Кубани на социальную сферу дополнительно выделят более миллиарда рублей. В регионе повысился размер прожиточного минимума и увеличилось количество людей, претендующих на социальную поддержку. Никаких сокращений по выплатам этой категории граждан быть не может, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Цитирую. «1 миллиард 300 тысяч дополнительных средств. Да, мы можем построить детсады, школы, поликлиники. Для людей в рамках удорожания сегодняшнего дня это жизненная необходимость. Мы не допустим задержек по социальным выплатам. Мы не можем даже думать об этом». Конец цитаты. В Анапе к разработке специальной программы по защите несовершеннолетних от жестокого обращения привлекут преподавателей вузов и СУЗов. Этот вопрос обсудили участники расширенного заседания профильной комиссии в администрации города-курорта, представители правоохранительных органов, учебных заведений, казачества, а также органов территориального общественного самоуправления. Необходимость актуализировать план по защите детей и подростков от разного рода посягательств назрела, так считают в администрации города-курорта. Если речь идет о безопасности несовершеннолетних, очень важна действенная профилактическая работа. Со временем в Анапе появится специальная программа. Заместитель главы города Людмила Мурашова пригласила преподавателей из вузов и техникумов принять участие в ее разработке. Программа все-таки это более действенный документ. Не обязательно должен там создаваться для того, чтобы деньгами какими-то подкрепляться, хотя, возможно, в будущем это подоплека, чтобы там действительно были научные обоснования, поставлены четкие цели и задачи. С другой стороны, в мэрии намерены усилить контроль за тем, что происходит в стенах учебных заведений, за деятельностью штабов по воспитательной работе. Вопрос согласован с краем. Сегодня нам разрешили заходить абсолютно везде. Хочу сразу вас предупредить и вам сказать, мы заходим туда не с целью там, знаете, что-то найти, да, и сразу там писать, а с целью методической обновленности. Статистика преступлений в подростковой среде, к сожалению, сохраняется на прежнем уровне. В этом году зарегистрировано 24 нарушения закона несовершеннолетними. Как сообщают полицейские, на текущую дату, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество административных правонарушений увеличилось примерно на 9%, до 145. А вот число протоколов, выписанных на родителей за неисполнение своих обязательств, выросло более чем в два раза, до 165. Полицейские говорят, что рост связан с усилением профилактики. Работа у нас активизирована каждый день, особенно в период в день панику. У нас также имеются приданные силы, которые закреплены не только за детскими израинцами, которые также за административными участками осуществляют свою работу. Рост прогнозируется, как я говорила ранее. Со слов Людмилы Мурашовой, статистика не враг, а инструмент, помогающий увидеть фронт работ. Ее нужно принять и работать над снижением показателей. Борьбу за умы юных анапчан помогают вести. Управление по делам молодежи, управление образованием, управление спортом. Активисты территориального местного самоуправления обходят семьи, где есть соответствующие риски. В этом году казаки создадут в школах 10 своих классов к уже открытым 31. Как отметила Людмила Мурашова, вопрос воспитания подрастающего поколения касается каждого. На Кубани заработал телефон доверия по организации детского отдыха. Полиция края просит родителей сообщать о нарушениях в организации детского отдыха в лагерях, на летних площадках и в оздоровительных учреждениях по телефонам отдела по делам несовершеннолетних и дежурной части. Номера телефонов указаны на экране. Сотрудники полиции ответят на звонки в любое время и примут соответствующие меры. Сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю. И в продолжение темы детства в Анапе прошел городской этап краевого фестиваля «Кубанские каникулы». Четыре команды подростков соревновались за право представить город на краевом уровне. Ребята бегали, перетягивали канат, отвечали на вопросы и даже рисовали. Организаторы говорят, что главная задача мероприятия – пробудить интерес к увлечениям, направить их энергию в позитивное русло. Начали! Рот! Давай, давай! Перетягивание каната, бег, но с условием, что перемещаться нужно змейкой и нести в руках чашку с водой. Также каждая команда должна ответить на пять вопросов. Чем заняты катаки на одной из самых знаменитых картинок? Время. Чем они занимаются? Двасрочный ответ. Время идет. Не, 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 стоп! А, да! В прямом смысле – командная работа, повторить натюрморт, чтобы получилось как можно точнее и быстрее. Методика проведения соревнований и задания разработаны на краевом уровне. По замыслу организаторов они должны быть доступны всем, независимо от уровня подготовки. Здесь учитывается все и спортивная направленность, есть такие конкурсы, то есть соревнования спортивные, а также творческие конкурсы, которые полностью позволяют раскрыться этим ребятам во всех направлениях. На мой субъективный взгляд, что так и нужно, потому что этот ребенок, возможно, раньше никогда ничем не занимался. Сейчас он, попробовав себя в том или ином виде деятельности, может выбрать для себя правильное направление. Это городской этап. В нем приняли участие порядком 10 команд со всего муниципалитета, включая сельские округа. Главная задача – представить подросткам альтернативу с сомнительным занятием, которое предлагает так называемая неорганизованная улица. И наша цель – этих привлечь в систематические занятия спортом, привить дух командной борьбы, ответственность каждого за результаты своего товарища и за команды в целом. Побеждает. Самая ловкая, которая успевает подстраиваться по условию конкурса. Мобильная, скажем, команда. Вот самая мобильная команда, скорее всего, и будет победителем. В итоге третье место у команды – поселка Виноградный. На втором – сборная 10-й и 16-й школ. Золото у ребят из Анапы. Занявшие первое место поедут на общекраевые соревнования. В городском управлении образования предупреждают о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы помочь с переводом ребенка из одного детского сада в другой. Они выходят на родителей через социальные сети или рассылая смс. В городском управлении образования говорят, что таким образом можно просто потерять время и деньги. Мы хотим предупредить родителей, все переводы, обмены и зачисления в детские сады происходят только по рассмотрению муниципальной комиссии. Ни один ребенок без очереди или за денежное вознаграждение в детский сад не проходит. Поэтому, пускай родители по всем таким вопросам, если к ним вышли с таким предложением, обращаются к нам. Если нужно, мы будем подключать соответствующие правоохранительные органы и разбираться с каждым случаем. Убедительная просьба нам сообщать обо всех таких случаях и не допускать развития такого мошенничества. У нас все делается только по закону, только по электронной очереди, только по рассмотрению муниципальной комиссии. Мы работаем только в рамках закона. Мы не нарушаем права детей и никогда никому не позволим этого сделать. По сообщению Кубаниэнерго, завтра 1 июля в связи с проведением ремонтных работ с 13 до 15 часов будет частично прервано электроснабжение в Благовещенской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова